Когда останавливаются, ты не говоришь, за что? Нет уведомления от ГАИ. Сопровождавшие хоккейную команду взрослые даже не пытаются оправдаться. Да это и бессмысленно. Слишком уж очевиден набор на нарушений. Ребят везут не в специально оборудованном автобусе. Информации о рейсе в госавтоинспекции нет системы ГЛОНАСС тоже. Зато есть тахограф, и он свидетельствует против водителя. Шофер ехал со скоростью до 110 км в час, при максимально разрешенных 60. Я представитель команды Ермаковского района по хоккею шайбы. Едем мы в поселок Подгорный на финальное соревнование по хоккею шайбы среди детей. Нас перед Емельяново остановили сотрудники полиции за нарушение документации по поездке. Ребят все-таки доставили в конечный пункт назначения. За ними приехал специально оборудованный автобус. А вот взрослым придется раскошелиться. За нарушение водителю грозит штраф в 3000 рублей должностным лицам в 25 тысяч, а юридическому – 100. В подготовке автобуса к перевозке детей нет ничего сверхъестественного, говорит заместитель директора спортшколы Сергей Ронжин. Спецзнаки на автобусе, в кабине не менее двух огнетушителей по 2 литра каждый. Обязательно наличие тахографа и системы ГЛОНАСС. Информацию о рейсе нужно передать в ГИБДД. Водитель перед рейсом должен пройти медицинский осмотр, а транспортное средство – технический. Дети наши, наше будущее, поэтому мы должны о них заботиться и делать все, чтобы они у нас в поездках чувствовали себя уверенно, что они заедут до нужного места. Я надеюсь, что после таких случаев и сами руководители организаций, особенно спортивных, детских организаций, на это внимание обратят. В ГИБДД не скрывают ситуации, подобные той, что произошла с командой из Ермаковского, не редкость. Подчас руководители учреждений надеются на русский авось и на то, что плохое всегда случается не с ними. Всего полгода назад воспитанники Красноярской спортшколы попали в ДТП в Новосибирской области. Этот рейс тоже был не согласован. Двоим из 11 детей тогда понадобилась серьезная медицинская помощь. В Ханты-Мансийском автономном округе и вовсе безалаберность при перевозке детей закончилась трагедией. 12 человек погибли. В этот раз беды удалось избежать. Но как знать, справится ли в следующий раз с управлением водитель, который за рулем уже больше 12 часов и в разы превышает допустимую скорость. Когда нам поступает полностью вся информация, то дополнительно со стороны госавтоинспекции контролируется безопасность данной перевозки. И в случае какой-то ситуации выхода из строя автобуса госавтоинспекция сможет оперативно прийти на помощь детям, которые будут находиться в трудной ситуации. Также полицейские просят родителей быть бдительными и интересоваться организацией перевозок у тех людей, которым они доверяют жизни детей. Анна Московских, Алексей Овсяников, Денис Тимошенко. Новости. Продолжение следует.